здравствуйте дорогие мои рукодельницы меня зовут Юля рада видеть вас на канале о вязании сегодня у нас с вами будет вязальный влог в течение всей недели снимала различные кусочки отрывки и сегодня собственно все это вам покажу мне нравится такой формат снимать как придут какие-то мысли идеи и потом все это в едином видео уже опубликовать и вот сегодня у меня понедельник я решила тоже заснять для вас небольшой такой эпизод показать все что у меня накопилось и начать хочу с вот этого кардиганчика который я вязала из пряжи супер джелонг бобинная пряжа и хочу показать как она сейчас выглядит и что это нормально у нас сегодня погода на улице просто невероятная мороз минус 31 градус с утра был и светит солнце очень красиво конечно все деревья снегу красиво и вот блики солнечные у нас здесь с вами есть надеюсь что они нам не помешают и так лера дочка моя очень активно носит этот кардиган он удобный самое главное очень теплый и посмотрите что мы здесь видим это огромное но не огромное но он достаточно большое количество катышек пилинга кто как называет да я как-то привыкла катышками так и зову их катышками и сегодня хочу в очередной раз донести что это нормально что шерстяная пряжа скатывается это нормально если вообще брать вязаные вещи и составы пряжи то пилинг может быть разной у шерстяной пряжи это одни катышки а у акриловые совершенно другие вот у шерстяной пряжи эти катышки достаточно легко убрать то есть вот даже руками да если мы будем их ну как бы отрывать то вот они хорошо снимаются и можете если у вас нет никаких приспособлений снимать руками вот видите они собираются легко и просто и это нормально потому что из пряжи выходит вот этот пух который в ней есть от того что изделие носится трется да вот как вы можете заметить это очень большая площадь именно вот в тех местах где рукава обок трутся до руками вот в этих местах и образуется самое большое количество катышек повторюсь это этого не стоит бояться просто нужно уметь ухаживать за такими вещами и убирать эти катышки но вот акриловый то есть такой синтетический пилинг катышки это совершенно другое их вот так легко как правило не уберешь то есть вот если вы возьмете например пряжу из которой я тоже начинала вязать детская новинка от пихорки да это стопроцентный акрил то там они таким знаете как ковром идут вроде бы видно что они надо полотном поднимаются катышки но они идут ковром и когда ты начинаешь ее тянуть на эту шишечку то она отрывается и получается такие как за ну не зазубренная в общем остается след от того что ты убрал катышки то же самое например вот пряжи vita brilliant она вот мне нравится большие конечно такие катышки убираются хорошо но очень часто тоже вот бывает такое что катышки убираешь а след вот этот ворсистый он остается поэтому просто обращайте внимание на состав пряжи и да уж шерстяной пряжи намного легче бороться с катышками и сейчас у нас с вами будет минутка как в рекламе не знаю конечно заметно будет это на видео или нет но я думаю все помнят рекламу этих бритвенных станков да эту ногу я помрила эту сторону я уже почистила от катышек ну практически практически ничего нет вот посмотрите да то есть мелкие какие-то катышки есть и посмотрите сколько их вот здесь здесь я еще не чистила на этой стороне то же самое с рукавами вот посмотрите сколько всего здесь и сколько на этом рукаве на этом рукаве уже ничего нет разница очевидно да я очищаю вот такой машинкой я даже не помню в общем она дешевая что стоил 150 рублей по моему давным давно она у меня уже есть вот сюда в этот контейнер все ворсинки попадают жужжит она на батарейках но мне где-то видим там контакты отходят потому что работает она уже через раз что меня расстраивает я бы хотела какую-то более мощную наверное машинку я видела тоже на алиэкспресс есть аналог к xiaomi вот возможно приобрету в будущем такую потому что все таки на но шерсти за шерстяными вещами нужно ухаживать поэтому не бойтесь не очень часто я слышу такие отзывы что я связала из такой дорогой пряжи она скаталась но это ожидаемо это может быть просто почистите посмотрите как дальше будет конечно есть пряжи которые но чрезвычайно просто образует невероятно какое-то количество катышек с которыми проблематично бороться и это нужно делать постоянно это конечно напрягает но вот так вот вполне нормально раз так перед стирочкой все почистили постирали и вещь как новенькая теперь я вам покажу свою первую готовую работу в этом году это вот такие носочки носки из достаточно толстой пряжи из простой пряжи это пехорка носочная цвет номер по моему 255 джинсовый он называется вот она такая толстенькая 200 метров 100 граммах вязались носки достаточно быстро вязала их на спицах номер три набирала здесь 46 петель пятка обычная прямая ничего не заморачивалась и добавила в пяточку и в мысок тут ниточку слонимской пряжи просто не было остаточек маленький вот я для того чтобы немного укрепить добавила сюда вязала носки для мужа так как у него давние давние его носки прохудились но он сейчас носит уже носки из реги perfect которые полосочками окрашены их показывала вот в видео о готовых работах недавно расход на такие носочки у меня получился 80 грамм то есть матка 100 граммового хватает на пару я даже думаю что до 45 размера хватит вот я вязала на размер 42 то есть 80 грамм у меня ушло вполне тоже хороший расход помню раньше мы в кружке в вязальном из этой пряжи очень много вязали носочков вполне вполне себе неплохая но это вот больше как сказать работ ну ходить вот там в огород в ботинки все-таки они толстоваты чтобы их надевать ботинки ботинки удобнее тоненькие нашей любимой носочные классической пряжи 400 метровый вот первые такие носочки и в этом году хочу попробовать вести раздел с готовыми работами в виде такой небольшой таблички сейчас вам покажу так вот в блокнот записала готовые работы собственно писать изделие изделие писать какая пряжа и технические характеристики собственно вес там например метраж если это нужно по пряже характеристики по спицам и возможно какие-то особенности там например вариант обработки что здесь какой-то был интересный или количество петель сколько я набирала вот здесь например на носке специально записала что мне было 46 петель набрано потому что очень часто ну таких вещах которые редко вяжу носки из толстой пряжи я редко вяжу забывается и чтобы потом как-то не рассчитывать не искать вот я здесь посмотрю будут знать что на такой-то размер я вязала на столько петель попробую в таком варианте мне хочется все-таки как-то увидеть статистику сколько у меня извязано пряжа потому что раньше об этом не задумывалась но вот в этом году посмотрела видео с итогами у других девочек и они там считают сколько у них пряжи извязано и такой знаете какой спортивный интерес сколько же у меня получилось но у меня я думаю что будет значительно меньше но это не страшно вот таком виде буду записывать так и пока мы не ушли от тема носочков покажу вам свою новую носочную пряжу вот такие красивые бублики это носочная пряжа название которое я вам подпишу потому что я его не запомнила покупали в магазине все свяжется в нижнем новгороде вот этот оттенок я приобрела этот мне подружку подарила я хотела их оба вот такие это вот прям такая нежная нежная расцветка причем так это пряжа бобиная по метражу она 320 метров 100 граммах то есть чуть толще обычной носочной пряжи но вот так вот по ощущениям незаметно что она сильно толще но чувствуется что она в сильной пропитке вот так ее руками трогаешь и кажется как будто это вообще хлопок а не шерсть с полиамидом но по образцу магазине мне сказали что пропитка смывается и она становится прям такой пушистенькой вот надо попробовать и связать носочки я давно хочу связать носочки по описанию а не жильцовой и думаю что как раз из какой-то из этой в общем из этой пряжи с какой-то из расцветок я свяжу именно эти носочки вот такие красивые оттенки так и дальше 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 на этой неделе я разбирала свои рукодельные запасы свой шкаф всю пряжу повытаскивала из-за кромов сейчас вам тут ставлю ролик из инстаграма который я снимала и который вызвал бурю эмоций ответов реакций по большему по большей части конечно положительных но было и такое что как как можно как можно так жить столько всего иметь да что могу сказать что минимализм и я мы далеки друг от друга я больше плюшкин чем минималист сначала я хотела вставить все материалы по вот по разбору пряжи сюда в влог но поняла что там достаточно много материала да и в принципе есть много зрительниц кто любит смотреть видео про запасы пряжи и я решила что отдельному видео быть пусть будет и мне на память чтобы потом не искать видео про свои запасы пряжи поэтому как только все смонтирую почитаю опубликую отдельным видео сейчас мне осталось вам показать то что я сшила и буду показывать уже предыдущие кусочки с другими событиями и так не раз уже я вам тут хвалилась мелькала своим органайзером для инструментов да вот таким которое сшила это был самый первый и в комплект к нему в этой же расцветке я сшила обложку для своего швейного блокнота смотрите какая у меня красивая ручка со швейной машинкой сюда очень тоже подходит вот решила остаточки израсходовать сшила блок мельницу в таком окошечке всякие декоративные строчки на новой швейной машинке пробовала сейчас кстати покажу вам еще и машинку и вот в общем то взяла просто листочки обычные блоки их скрепила обложку только старую взяла и собственно сюда вставила чтобы здесь все заполнять здесь также буду вести учет готовых работ здесь у меня будет шитье и вышивка а в том блокноте вязания вот по плану у меня уже тоже планы здесь записаны что я планирую шить сегодня кстати у меня на день план раскроить вещи которые в ближайшее время хочу сшить и дальше идут в общем то швейные заметки мои различные по поводу того что я сшила как шить что-то расчеты разные чтобы это у меня все сохранилось потом когда закончится например этот блок я его уберу сделаю новый к счастью я все это сама могу сделать и вот такой у меня комплект плюс у меня еще есть мешочек для проектов в такой расцветке мне очень нравится когда все вот в таком едином стиле и покажу закатик который я сшила и еще парочку тканей и так сшила еще один органайзер в моей любимой цветочной теме я очень люблю цветочные расцветки цветочной ткани вот такой органайзер собственно ну тут все как бы стандартно наполнение точно такое же я вам уже не раз показывал поэтому быстренько обзорно покажу здесь для круга этих разъемных спиц тут и тут маленький кармашек на молнии для разных аксессуаров тут чулочные спицы и для всяких нужностей кармашки здесь тоже самое так девочки я не скрываю совершенно стоимости этих органайзеров вот на данный момент такой органайзер стоит 3000 рублей и если вы хотите заказать если вы хотите себе такой органайзер то пожалуйста пишите мне в инстаграм или вконтакте или в ватсап где вам удобно я вам покажу возможные расцветки тканей сочетания у меня много есть в наличии мы подберем что именно то что вам нужно отправляю по всему миру и границы стран для нас совершенно не является каким-либо ограничением потому что мои изделия не то что во многих городах есть они есть во многих странах поэтому это совершенно нас не останавливает и в комплект еще вот такой компактный органайзер чехольчик для спиц идет здесь кармашки такие большие чтобы можно было например круговые спицы сюда разместить сейчас давайте вам покажу так вот сюда разместили например круговые сюда тоже можно еще круговые здесь для ножничек у меня сейчас с собой нет ножничек положить и сделала маленький отсек для разъемных спиц потому что я например чаще всего вяжу именно разъемными то есть сюда положить лески нужные нам и нужный номер спиц да знаете вы куда-то отправляетесь в поездку например сложили сюда нужные вам аксессуары иголочку крючок там для закрытия нужные два размера спиц да для резинки там для обработки и для основного изделия ножнички чтобы это все отрезать или какие-то другие в общем материалы закрыли взяли с собой в проектную сумочку положили удобно компактно и все ваши инструменты находятся в одном месте и хранятся то есть никуда не потеряются ничего с ними не случится вот очень удобная вещь я себе сошью вот в такой опять же расцветке это вот идет в комплект к этому органайзеру очень мне нравится шить вот вообще знаете получаю просто колоссальное удовольствие от процесса шитья и знаете поняла что во время вязания я очень много думаю ну различных таких жизненных каких-то событиях да то есть таких мыслей размышлений очень много во время шитья же я больше концентрируюсь на непосредственно процессе шитья на том на идеях у меня очень много именно идей приходит во время процесса шитья и для меня это прям такие два вида творчества которые по-разному на меня влияют во время вязания еда я могу обдумывать принимать какие-то решения вот а во время шитья именно вдохновляюсь и концентрируюсь именно прямо на творчестве это прям и от этого получаю наслаждение так и последнее что сейчас в этом в этом дне вам покажу это новая пряжа какая же пряжа да если это ткань новые ткани которые я получила я заказала на пробу давно хотела попробовать и наконец-то вот получила это турецкий ранфорс это тоже хлопок но он премиум качество это вот у меня такая же ткань была на органайзере с лисичками там тоже премиум хлопок с авокадиками принт это сейчас популярный достаточно интересный такой мне самой нравится и я думаю что тоже сошью какие-то аксессуары с такими авокадиками не нужно бояться что это светлая ткань но ничего не случится с ней но если уж очень хочется то положите органайзер в пакетик конечно там сумки проектные из таких светлых тканей но я чаще всего не шью потому что это действительно неудобно но органайзеры например они не настолько сильно таскаются используются чтобы запачкаться плюс будет компаньон зелененький все будет уравновешено и хорошо вот такая красивая ткань очень приятная на ощупь она знаете такая какая-то немного шелковистая что ли очень приятная и заказала еще вот такой хлопок мне просто очень понравилась расцветка маленький принц сейчас я разверну вот посмотрите такая расцветка лисенок звездочки очень красиво на что я ее заказала даже не знаю но мне настолько понравилась расцветка что я не могла пройти мимо вот но мне кажется можно что-нибудь связать не обязательно но мне кажется можно что-нибудь сшить может быть даже сошью и какой-нибудь мешочек себе или что-нибудь еще а может быть детям не знаю но и на органайзер она вполне подойдет будет такой интересный органайзер для любителей маленького принца на этом на сегодня свой рассказ завершаю и сейчас и дальше встретимся с вами в других днях в других включениях всем привет еще раз привет сегодня у меня четверг планирую выпустить это видео в пятницу поэтому надеюсь что когда вы его смотрите сейчас уже пятница и влог вышел именно сегодня сейчас вам покажу мой процесс который близится близится к своему завершению и расскажу по планируемому по жилетке и так вяжу своему младшему сыну саше кофточку из бобинной пряжи это регулярная пряжа мерина с 600 то есть 600 метров в 100 граммах она у меня в два сложения то есть 300 метров на 100 грамм у меня получается и вяжу на спицах номер 375 пробовала на четыре с половиной на четыре вязать и решила взять все-таки поменьше спицы джемпирог будет такой тонкий воздушный достаточно но очень приятная пряжа и после стирки она так распушается немножечко вот сейчас кажется как будто это какая-то ну такая обычная нитка неинтересная совершенно но даже в пропитке она очень приятная а после стирки еще более приятная и так рисунок у меня здесь простой мне хотелось вертикальных линий поэтому один ряд лицевые один ряд резинка ряд лицевые ряд резинка и вот получается такой узорчик после стирки это расправится и не будет такой резинкой а все это маленечко расправится но рукавах решила ничего не вязать никаких узоров просто гладью воротничок у меня связан полой резинкой да вот так можно разделить очень это удобно здесь имитация кетлевки и будет еще планка с пуговками изначально вообще хотела сразу вязать планку тоже сразу вместе с воротником чтобы она тоже была полой резинкой и как бы здесь продолжить вязать планку чтобы ее уже отдельно не вывязывать но три раза перенабирала горловину сначала я забыла как вязать сначала я забыла итальянский набор потом я не то количество петель набрала в общем в третий раз когда я набрала провязала и понимаю что надо же было побольше набирать ну в общем решил оставить так и планку уже довязать потом получается перпендикулярно так вот сейчас я померила по сашиной кофточке что в принципе длины уже практически достаточно то есть еще связать резиночку как здесь и нормально но наверное еще провяжу может быть сантиметрик полтора чтобы был чуть подлиннее потому что ну чтобы подольше можно было носить и уже потом собственно перейду к рукавам к вязанию рукавчиков пряжа очень приятная и надеюсь что на следующей неделе я уже вам покажу готовую работу пряжи у меня всего было 200 грамм вот посмотрите как еще много ее осталось пока не взвешивала сам джемпер но я думаю что у меня еще останется и можно будет еще что-то связать как раз сейчас будет ну сейчас можно в садик будет носить а весной уже там и гулять я думаю хорошо будет в такой кофточке мне хотелось чтобы было именно повыше воротничок чтобы шейка была прикрыта так и следующее у нас это план да мастер-класс по жилетке который я уже вам про которую я уже говорила анонсировала я когда разбирала пряжу смотрела что у меня есть в запасах мне хотелось все-таки вязать из той пряжи которая у меня есть и лере и саше чтобы ничего не покупать но я провела значит опрос в инстаграм большой плюс инстаграма в том что там все оперативно поэтому если вы еще не подписаны на меня там переходите пожалуйста в описании есть ссылка на мой инстаграм и подписывайтесь я провела опрос какую пряжу вы бы использовали для вязания такой жилетки какие спицы чаще всего используются и самые значит популярные ответы это пряжа от двухсот до трехсот метров на сто грамм самые популярные артикулы пряжи это alize lana gold classic baby wool и alize lana gold fine и я абсолютно понимаю почему эта пряжа чаще всего используется во первых она легко доступная да ее можно купить в любом рукодельном магазине большая палитра ее очень легко и достаточно приятно вязать и она хорошо себя ведет в носке поэтому и да и цена у нее тоже адекватная поэтому я абсолютно понимаю и поддерживаю всех кто так писал я уже совершала ошибку с выбором пряжи в инстаграм тоже об этом писала что мой мастер у меня есть два мастер класса на комбинезон первый там года три четыре назад да это этот мастер класс вышел бесшовный комбинезон но он без ластовицы и без ростка так вот он вообще хит хитовый его до сих пор все очень любят это очень популярный мастер класс много вязальщиц по нему научились вязать комбинезоны и реглан в принципе но а ну и заслуга в том частично в том что он связан из алисе лана голд второй мастер класс по комбинезон в котором есть росток ластовица он вообще он круче просто технически но он не настолько популярен не настолько хорошо работает потому что я использовал там бобинную пряжу достаточно тонкую там по моему 300 300 или даже еще тоньше метров на 100 грамм и по таким подробным мастер классом ведь чаще всего вяжут начинающие вязальщицы да кому вот нужно именно прям попеятельно и когда я себя вспоминаю да там лет пять шесть назад если заходишь на мастер класс и вообще не понимаешь что за название говорит человек и какая тонкая пряжа это как минимум ну пугает отталкивает и ты начинаешь искать вариант с более знакомой пряжей с более подходящей которую ты можешь купить потому что я тогда не понимала вообще разницы в пряже ну как 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 она различается что она вообще там состав у нее разный толщина и так далее ну толщину ладно понятно было но вот что она по составу там разная это я не понимала вот я знала что у меня в магазине можно купить такую поэтому если человек заходит в мастер класс видит что о вот такую пряжу он может купить все тогда он как бы доверяет доверяет этому мастер классу поэтому я решила именно здесь попросить помощи зала помощи зрителей чтобы ну скажем быть более полезной большему количеству вязальщиц но Алиса Лана Голд к сожалению у меня нет в наличии а как я уже сказала покупать не очень хотелось хотя я рассматривала этот вариант и рассматривала Алисы Кашмиру потому что очень много восторжных отзывов на нее слышала но сама еще не вязала но я нашла подходящий по метражу вариант и в принципе по по вязанию очень похожая пряжа у меня это будет слоневская пряжа вот в двух цветов сейчас она конечно сильно вам тут черным кажется но это очень красивый цвет он такой чернильный сине-черный ну хороший цвет на естественном освещении не на камере он хорошо виден и у меня будет двух цветов жилетка я тоже делала опрос делать однотонную вот такую серо-бежевую или с контрастной отделкой большинство проголосовали за контрастную отделку чем меня очень порадовали потому что я сама склонялась все таки тоже к этому варианту поэтому у меня будет вот такая темная отделка сама жилетка бежевая слоневская пряжа в два клубка получается 200 метров на 100 грамм то есть как раз близка близка по метражу к ланаголд ланаголд 240 метров в 100 граммах вязать буду на спицах номер 4 вот связала образец сейчас все рассчитаю сделала для себя выводы уже все наметила как буду вязать и собственно буду снимать мастер-класс сначала свяжу поменьше на Сашу чтобы побыстрее все это было и потом буду еще раз связать на Леру по поводу того в каком формате все это будет проходить я знаю что здесь на ютубе многие хотели именно совместник из комментариев кто писал в комментариях в инстаграм больше проголосовали за просто мастер-класс на канале что могу сказать точно это не будет никаких платных описаний потому что продавать платные описания ну как то не мое мне не хочется на это тратить свои силы мне намного больше нравится когда мастер-класс на канале и он может использоваться большим количеством вязальщиц и быть полезным так поэтому мастер-класс будет в открытом доступе на канале ну я не знаю я думаю что во второй половине февраля мы с вами это начнем начнем вязать но для тех кому нужна моя поддержка помощь какая-то с расчетами я хочу сделать градуировку на размеры по размерной сетке то есть и с замерами и с так 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 сейчас вам скажу по возрастам и по размерам сделать эту сетку очень очень постараюсь если вам это нужно то у нас для этого будет создана отдельная группа такой чат совместника где мы будем вместе с вами вязать я думаю что это наверное будет в ватсапе чаще ну как-то там или в вайбере где-нибудь в общем это ближе к делу решу я вам здесь тоже дам знать не только в инстаграме здесь тоже дам знать до того как начнется все это и будем с вами вязать вместе по итогам совместника который у нас был по комбинезону я до сих пор получаю исключительно положительные отзывы что очень помогла не просто связать мой мастер-класс помог не просто связать комбинезон а помог разобраться с регланом потому что именно тогда я как раз тестировала подачу информации для мастер-класса по расчетам для реглана вот здесь же мы уже жилетку будем не регланом вязать но это я просто к тому что эти совместники очень полезны они не только такую какую-то группу дают поддержки но и много полезной информации таких нюансов которые я думаю что все таки в конце в конце февраля мы с вами уже приступим к этому вязанию мастер-класс я подготовлю все сделаю ну а пока можете подбирать пряжу спицы вязать образцы чтобы собственно к началу совместника к выходу мастер-класса вы уже были во все оружие готовы к вязанию и последнее что вам покажу во время разбора своих рукодельных запасов нашла вот эту свою тетрадочку это самая первая моя такая рукодельная какая-то тетрадь была в самом-самом начале моего возвращено когда я вернулась к вязанию снова начала вязать это было около ну 6 лет назад потому что да в этом феврале 13 февраля будет 5 лет моему каналу я посмотрела отсчитала назад 13 февраля было первое мое видео на канале и вот эта первая тетрадочка она мне сейчас совершенно бесполезна но она мне настолько приятно греет воспоминаниями поэтому я ее сохраню может быть в старости буду ностальгировать и так я раньше занималась вот таким делом я сохраняла образцы пряжи склеила этикеточки клеила образцы ниточек и вот все у меня здесь таким образом хранится это кстати очень помогло мне тогда начать разбираться в пряже что она вообще-то бывает разное вот это знаете была такая классная пряжа ярнарт катанелла она тонкая но я ее вязала по-моему в два сложения но очень приятная очень нежная я вязала что-то тогда детское из нее ну в общем вот все это сюда склеивала хранила мне это нравилось и иногда там возвращалась покупала вот такую же пряжу как здесь вот мое первое знакомство с ярнарт джинс из него вязала крючком пледик вот это очень красивый серый цвет чудо 49 вот образцы потом стала тут писать это узор и вязать образцы вот такая тетрадочка оставлю ее на память а это мой первый реклам самый первый вязала кофточку конечно же там об этом ростке даже и речи быть не могло но первый реглан я тогда связала а сейчас снова возвращаемся в последний день съемки моего влога я очень надеюсь что вам было интересно что вы хорошо провели со мной это время напишите пожалуйста как вам такой формат у меня на канале будем ли продолжать в том же духе ну и в целом ваше ваше мнение по поводу всего происходящего и показанного здесь буду с нетерпением ждать от вас обратной связи желаю вам вдохновения чтобы все ваши проекты осуществлялись да и задуманные планы все у нас с вами получится спасибо большое за поддержку которую вы мне оказываете за комментарии которые пишите мне это очень приятно мне это очень вдохновляет и до встречи в новых видео спасибо что были со мной пока пока пока